Модерн 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 Растеряв за прошлый год уйму подписчиков, любые шансы когда-либо убить World of Warcraft и большинство начальников, а приобретя один лишь free-to-play, который пока не очень-то тянет на приобретение, Star Wars The Old Republic все равно вызывает у своих разработчиков исключительно приступы оптимизма. Может, конечно, они эти приступы симулируют, но тут мы ничего сказать не можем, не специалисты. А можем лишь констатировать очередной такой приступ у исполнительного продюсера Джеффа Хикмана. На второй день 2013 года он выдал послание о положении дел в игре, где радостно заметил, что у них сервера ломятся от игроков и вообще все здорово, за исключением отдельных недостатков. Мы бы за него и его коллег порадовались, да только помним, что спецы BioWare всегда выражаются в таком духе, у них всегда все здорово, но с отдельными недостатками. А потом руководители уходят в отставку. Поэтому отбросим радость в сторону и лишь отметим наиболее интересные тезисы послания. Уже в патче 1.7, не знаем, когда он выйдет, но, наверное, скоро, пользователи ждут серьезные изменения в специальной зоне ПВП. Джефф извинился за загадочность и пообещал подробности в официальном анонсе, хотя понятно, что он имел в виду планету Илум, с которой они хотели обойтись как лучше, а получилось как всегда. А весной совершенно точно выйдет первое масштабное дополнение Rise of the Heart Cartel, где потолок уровней поднимут на пятерку, добавят новую планету, макеб и новые истории для всех классов. Наконец, господин продюсер извинился перед нетрадиционно ориентированными игроками за то, что разработчики до сих пор не ввели возможность крутить амуру с NPC своего пола. Этот жуткий недочет Хикман оправдал занятостью фритуплейными делами, однако уже в ближайшем будущем с занятостью станет полегче, и тогда в игре обязательно будут реализованы все голубые и розовые мечты. Очень нетрадиционно со стороны BioWare откладывать решение столь важного вопроса. Когда-то крайне долгожданная корейская MMORPG Terra нынче никому особенно неинтересна. Былые поклонники нашли себе новых кумиров, и сервера игры похожи на мир после нейтронной бомбардировки. Все есть, кроме живых людей. И так во всех версиях и локализациях, помимо корейской. Последняя же в последние дни переживает возрождение, и все благодаря переходу на фритуплей. О грядущей халяве объявили в конце декабря, и с тех пор на серверах не протолкнуться. А единственный экспериментальный FTP-сервер вообще все дни в канун Нового года, и после него испытывал очереди по несколько сот человек. После 10 января ситуация стала полегче. Именно в этот день корейская Terra присоединилась к сонму последователей великой бесплатности, поэтому халява распространилась на все сервера. Одновременно с нею в игру добавился новый контент обновления Federation, обогативший геймплей рейдовыми подземельями, PvP-бэттлграундами и осадами столиц. Выбранная для Terra модель фритуплея напоминает традиционный корейский донат с магазином, где за наличные можно купить всякие полезные в игре штучки. Американская версия игры пока работает за подписку, хотя ее наверняка ждет перерождение. О чем, в частности, говорит переход в ряды североамериканского издателя NMASSE, бывшего сотрудника Nexon America Сумин Парка, являющегося, по слухам, большим спецом в FTP. Китайская ММО-промышленность наверняка скоро догонит и перегонит, если не уже догнала и перегнала, корейскую ММО-промышленность по количеству выпускаемых игр. Что же касается качества, то тут ситуация не такая радужная. Большинство китайских пользователей до сих пор сходят с ума по иностранной продукции, но китайские разработчики не собираются этого так оставлять. Одна из няшек, которая поручена доказать мощь и силу китайского ММО-девелопмента, это помесь RPG, экшена и файтинга Dragon Sword. Игра сейчас активно тестируется, демонстрируется на выставках и продвигается через разные онлайновые мини-киношки. В самом свежем ролике ее разработчики решили показать все богатство и разнообразие своего технического мастерства при создании боевой системы. В ролике, увы, практически нет сисек, без которых азиатские игры никому не нужны, но сиськи наверняка еще будут. Может быть, для них даже специально сделают свой собственный ролик. А пока можно видеть всякие хитрые приемы, физику ударов и бросков, турбовинтовые мечи и прочие атрибуты солидного файтинга. Неужели они все это засунут в ММО-РПГ? Нам ли с вами не знать, какая это жуткая зараза ММО, но мы народ закаленный и подготовленный, способный на большие жертвы ради любимого увлечения. А представьте себе отчаяние людей играм посторонних, когда совсем не посторонние им люди тратят на игры все свободное и даже несвободное время. Так запросто дойти до радикальных мер, как это сделал некий китаец Фенг, заказавший наемным убийцам своего родного 23-летнего сына. Впрочем, не спешите обвинять папашу в отмороженности. Он оказался отнюдь не идиотом или сволочью, потому что убийцы были виртуальными. Крайне недовольны тем, что его отпрыск играет в ММО вместо того, чтобы найти подходящую работу, мистер Фенг договорился с несколькими игроками любимой игры сына, что те откроют на парня настоящую охоту и в конце концов доведут того до желания завязать. Нанятые, судя по всему, обладали куда более прокачанными персонажами, да и руки имели прямее, поэтому у жертвы не было ни единого шанса. Когда же Фенгу-младшему таки надоело все время умирать, и он пристал к своим учителям с вопросом, какого они над ним издеваются, тут-то все и выяснилось. Далее последовало решительное объяснение родителей Ичада, после которого стороны вроде бы пришли к примирению. Сын заявил, что он не работает, потому что ищет место по душе, а как только найдет, то тут же уменьшит временные затраты на ММО. Отец, в свою очередь, вроде бы ему поверил, и вообще сообщил журналистам, что парень у него не дурак, и хотя увлекается массивным онлайном очень давно, всегда получал в учебных заведениях хорошие оценки, поэтому семья смотрела на его увлечение сквозь пальцы. В прошлом году создатель мода DayZ Дин Холл клятвенно божился, что запустит коммерческий релиз еще до Нового года, но Новый год уже прошел, а релиза все нет и нет. Дин осознал, что нехорошо поступает, обманывая народные ожидания, и накатал небольшую простыню, где все объяснил. Да, разработчики не сдержали обещания, но почему? А потому что хотят, чтобы игра получилась как лучше, а не как всегда. Сейчас у Дина и его соратников есть отличная возможность воплотить мечту о DayZ в реальность, и они собираются сделать все возможное, чтобы эта реальность получилась как в мечте. Главное, над чем они сейчас работают, это новая архитектура. Например, система предметов. Большинство предметов превратилось из целого в частное, что дало возможность искать не готовые вещи, а их запчасти. Ввести изнашиваемость предметов. Сделать распространение болезнетворной заразы более реалистичным. Найденная одежда может нести на себе холерные вибрионы и все такое. Еще одна возможная фишка — повреждаемость предметов в зависимости от того, в какое место пришлось попадание. Если человек использует прибор ночного видения и пуля попадает ему в голову, то большой шанс, что данный прибор достанется счастливому убивцу не совсем в рабочем состоянии. Также серьезно перерабатывается интерфейс. Дин и его компания хотят, чтобы интерфейс DayZ был просто и юзабелен, как в Майнкрафт. Поэтому над ним работают сразу три человека. Сам Холл, босс богемия интерактив Марек Шпанель и известный моддер Арма 2 КГЮ. Таким дружным коллективом они надеются интерфейс-таки победить. И когда же ждать массового запуска народов в игру? Холл полагает, что не раньше, чем они протестируют изменения, ради чего они наберут примерно 500 тысяч тестеров. И только после этого у всех прочих появятся шансы влиться в ряды играющих. Разумеется, никаких точных или даже приблизительных дат на сей раз нет. Когда релиз ММО-блокбастера оборачивается эпическим фейлом, однако его не выбрасывают на помойку, а пытаются довести до достойных потребительских кондиций, разработчикам поневоле приходится задумываться, как они снова привлекут ту кучу людей, что до этого так жестоко обломали. В результате в ход идут различные маркетинговые трюки, выпуск эффектных трейлеров и роликов не последний из которых. У Square Enix достаточно денег на дорогостоящие завлекалки, а возвращающиеся к новой жизни Final Fantasy XIV слишком важный проект, чтобы на него скупиться. Поэтому японцы и не скупятся. Новый ролик игры они растянули аж на 8 с лишним минут, большую часть которых заняли сцены апокалипсиса в старом игровом мире с кучей метеоритов, взрывов, пиротехнических эффектов и даже эпическим драконом, сильно смахивающим на преснопамятного смертокрыла из World of Warcraft. Однако храбрые герои при помощи магии покидают гибнущий мир и попадают в новый, где яркое солнце, голубое небо и жизнерадостные чокобы, на которых так замечательно скачутся по долинам и по взгорьям. Разумеется, новый мир тоже не без проблем, но совсем без проблем героям было бы скучно, а с ними в самый раз. Главное, что гибнуть он пока вроде не собирается. Разрабатываемая криптик дракона-подземельная ММОшка Neverwinter должна вот уже ну буквально скоро выйти, а в игре до сих пор было только 4 класса. А что такое 4 класса для ММО-РПГ? Ерунда и пустяк, поделенные на 10. Вот если бы хотя бы 5 классов, то тоже не бок весь, но уже аж на четверть больше, чем 4. Поэтому разработчики не стали с этим спорить, а просто анонсировали Great Weapon Fighter. Спеца махать большим тяжелым дрыном, так чтобы словно в древнерусских былинах. Налево махнул проспект, направо отмахнулся бульвар, сверху долбанул кратер. Как от метеорита. Ну, почти. Помимо махов, замахов и отмахов, новый класс еще сможет замечательно набегать и еще замечательнее напрыгивать. Выглядит очень эффектно, хотя пуристы Dungeon & Dragons уже начали горько оплакивать свои надежды получить игру, хотя бы приблизительно несущую дух любимого сеттинга. Как будто эти надежды не сдохли еще раньше, когда криптик продалась китайская Perfect World. Исландцы из CCP уже так давно рассказывают байки о том, как здорово, свежо и оригинально будут вместе сосуществовать EVE Online и DUST 514, что у большинства поклонников ММО выработался иммунитет, или чего похуже к этим сказкам. Однако с 10 января сказки неожиданно стали былью, и теперь самое время начать вырабатывать к ним какое-то другое отношение. Не сомневаемся, заинтересованные лица это обязательно сделают, мы же пока объясним вам суть произошедшего. 10 января после несколько удлиненного технического перерыва открытое бета-тестирование DUST 514 переехало на основной сервер EVA, и ее пилоты неожиданно обнаружили в локальных чатах звездных систем новые рожи, шлемах и вообще явных чужаков. Взаимный чат отношения высоко взлетевших и низко павших это отдельная тема, которая пока не очень раскрыта по причине малого времени, проведенного вместе. Но совместный геймплей уже поддерживается, и теперь водители космических кораблей могут палить из всех стволов по наземным целям. Правда, с существенными оговорками. Во-первых, для этого необходимо получить запрос на огневую поддержку снизу, для чего бойцам DUST в свою очередь надо заработать такое право в ходе боя. А во-вторых, стрелять можно только из малокалиберных турелей. Средне, крупно и сверхкрупнокалиберные, а также ракеты, увы, не подходят. Впрочем, со временем разработчики обещают расширить масштабы огневой поддержки, и тогда планеты из космоса можно будет бомбить хоть титанами. Правда, нам сложно себе представить, каково будет тем, кто внизу. Орудия дредноутов и титанов таки очень нехило долго. На самой заре нового 2013 года корейская тематическая парковая песочница ArcheAge открылась для всеобщего бета-тестирования. Стоит ли говорить, что в нее немедленно набилась куча народу? Более 20 серверов оказалось недостаточно, чтобы без проблем вместить всех желающих. Проблемы начались практически немедленно, хотя в них не было ничего необычного. Стандартная ситуация для убежавшего в народ последнего писка ММО-моды. Очереди от 500 до 2 с лишним тысяч человек. Отдельные лаги, которые, правда, быстро побеждены. А что они хотели? Без лагов и очередей могут играть только в то, что никому не нужно. Нет никаких сомнений, что когда 16 января игра поступила в продажу, перечисленные проблемы вряд ли уменьшились. Да еще и красотулечке Blade & Soul придется изрядно потесниться в сердцах корейских геймеров. Даже не знаем, как она это переживет. Красавицы, они такие нервные. Вопреки распространенному мнению, что раз корейское, то значит халявное, с блокбастерами вроде Архейдж это не прокатывает. XL Games наконец-то определилась со всеми тонкостями бизнес-моделей игры, и самой толстой из этих тонкостей станет подписка. Привычный нам месяц игры обойдется примерно в 19 долларов, и это даже дешевле, чем у Blade & Soul. Хотя представляем, какое нытье по поводу такой дешевизны устроили бы некоторые отечественные ММО-юзеры. Какие-то деньги наверняка принесет игровой магазин, однако в нем не будет выставлен на продажу ни единый предмет, влияющий на геймплей, только всякие фенечки и рюшечки для красоты и понтов. Ничего удивительного для подписной игры. Наконец, важнейшая для нас и вас тема не корейских версий. Согласно корейской прессе, они будут. И не только в будущем году в Китае, но и на Западе, Америке и Европе. Однако раньше всех прочих, скорее всего, вылупится локализация большого северного соседа, который от Владивостока и дальше на Запад. Ответственность на себя вроде бы возьмет компания Mail.ru, но это пока очень туманный слух, который может стать кристальной, правдой уже через пару дней. На сегодня все, с вас хватит. Идите делайте домашку, а мы тоже займемся чем-нибудь полезным. Например, еще пару раз переоденем своих эльфиек в Blade & Soul. Да, отличная идея, именно так и поступим. До новых встреч, не кашляйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова